Это самое важное. Также можете использовать помимо соды, можете ингаляцию делать из отваров и до ромашка. Можно эвкалипт, шалфей, лавровый лист и мята. Опять же, либо одна трава, либо две, максимум три. Больше не смешивайте в этом сочетании. Будьте очень внимательны, чтобы ребенок не перевернул миску с горячей водой. Ни на себя, ни на меры предосторожности здесь очень важны. Разведите также. Еще один вариант. Вы можете развести в 100 мл теплой воды чайную ложку поваренной соли. И использовать вот этот настой, в принципе, тоже как капельки. Я сейчас говорю для старших детей. Помните, для маленьких детей концентрация соленой воды значительно меньше. То, что я говорила раньше. И вот либо респиратор использовать, либо использовать просто закапывание этой водички. Отек будет сниматься. Но, кроме того, еще аромалампа прекрасно работает. И если рядом с вашим спящим ребенком, либо где вы играетесь, постоянно будет работать аромалампа, то прекрасные результаты будут, особенно если вы будете использовать пихтовое масло. Хорошее, качественное эфирное пихтовое масло. Масло на основе кедровой жевицы отлично помогает маленьким детям, чтобы активно выходила слизь. То есть, если вы будете использовать масло, вы будете видеть, что слизь выходит активно. И это хорошо. Можно, в принципе, малышам совсем взять ватную эту палочку, опустить ее в масло жевицы на 10-ти, либо 20-ти процентное. И аккуратно этой ватной палочкой смазать слизистую носа ребенка. Соответственно, вы будете предотвращать пересыхание слизистой, и будет идти такой оздоравливающий эффект. И также можно, конечно, и между верхней губой и носом тоже нанести масло жевицы. Но тогда, если не внутренне его использовать, то внешне 30-ти процентное масло жевицы тоже вполне подходит. Эффективные капли в нос из листьев алоэ. Листья алоэ, в принципе, вот то, что я говорила, вы можете их немножечко раздобить, а можете разводить полностью. Не один к одному, как говорила, но один к десяти даже. Вот этот момент, если у вас самостоятельно выращиваете алоэ, если концентрированные листики, то есть они маленькие, да, но видно, что темные такие, значит один к десяти разбавляйте обязательно, здесь одна капля сока алоэ и десять капель сока воды. Так, дальше что? Есть еще прекрасное средство, которое поможет успокоить слизистую ребенка. Это можете смешать травы, листы подорожника, шалфей, мать и мачеха и календула. Берите одну столовую ложку этого сбора, смешивайте в равных пропорциях столовую ложку на стакан кипятка. Так, заварили, пять минут оно постояло, потом укутали все, и еще часа два, чтобы оно вот в таком состоянии стояло, потом раскутали немножко, оно остыдилось, и закапывать в нос. Тоже прекрасное успокаивающее средство. Вот, все, наверное, в этом пока все. Дальше еще буду рассказывать для более старших детей. В принципе, вот эти вот рекомендации можно и для подросших детей, либо совсем грудничков маленьких тоже использовать. Но помните, очень аккуратно, не злоупотреблять. Нет, еще, еще есть, если вы смешаете в равных пропорциях сок каланхоя и масло зверобоя, в принципе, масло зверобоя можно найти в любой аптеке, практически в любой, поищите, посмотрите. Вот прекрасно тоже смазывать носовые ходы в носик ребенка изнутри вот этой смесью несколько раз в день. И если вы будете еще сосчитать это с ингаляциями, либо ваннами со зверобоем, то будет прекрасное действие иметь. Зверобой будет успокаивать тоже, и бактериальный нахморк будет исключаться. Вот еще. Еще одно есть важный рецепт. Я, наверное, вам не говорила, уже запуталась, что говорила или нет. Эвкалиптовое масло, нет, не говорила. Нужно эвкалиптовое масло приготовить. Берете 2 столовые ложки сухих, измельченных листьев эвкалипта и заливайте, в принципе, 200 мл оливкового масла, либо подсолнечного, либо, в принципе, любого другого растительного масла. Нужно его прокипятить. Важно прокипятить, потому что смысла толка тогда не будет. На слабом огне 10 минут настоять травы с маслом и потом настоять это все 4-5 часов, 6. Важно тоже после этого процедить. Хорошо масло, чтобы не было чистых частиц. И закапывать в носик по одной капельке этого масла можно до 4 раз в день. Старшим детям можно по несколько капель, по 6 раз в день. Прекрасно тоже работают, результаты хорошие. Помните, да, слизистую мы не должны пересушить. Это самое важное. И, в принципе, вы можете еще использовать и сосновые шишки. Знаете, всем, да, сосновые почки можно использовать, веточки. Так, чтобы ребенок дышал этими парами. Можно в ванной, там, где он купается, там, где тепло, поставить с мисочкой, чтобы оно утерет пары. Выходили, он дышал горячим настоем, который вы, допустим, заварили 3 столовые ложки сосновых почек, например, на литр воды. И вот этот заварили, поставили, ребенок пусть играет в ванной и дышит этим настоем. Ну, и помните, конечно же, про витамин С. Никто его не отменял, никто, все помнят, все знают. Витамин С – прекрасное средство для того, чтобы усилить иммунитет. Это и лимоны, и фреши, и вот здесь вот актуально неразбавляйте. То есть не разбавляйтесь этим, пусть он не максимально концентрирован в йод. А вообще, развитие вируса во время насморка хорошо подавляет афтанциды, которые содержатся, конечно, в блубке чесноке. Кто-то делает еще чесночные бусинки. Бусы, знаете, продеваются на ниточку чеснока, дорогие чеснока. Если ребенок не потащит это в рот, то, в принципе, можно носить такие бусики. Кто-то делает, вот раздавливает чеснок и в мисочке прямо возле кроватки ставит на ночь, и ребенок дышит такой чесночный. И, в принципе, луковой кашицей тоже. Но большая вероятность, что будет больше течь носиком, и ребенок будет больше чихать. Хочет спать? Наш Тиборчик очень хочет спать. Без меня не засыпает. Ну что, какие у вас вопросы? Нет, давайте, я еще хотела вам рассказать. Помните, если насморк жидкий, то внутренние носа нужно смазывать, чтобы слизистая была увлажнена. Если потечет, то, в принципе, слизистая и так увлажнена, и она не пересохнет. Например, если вы используете персиковое масло, тоже хорошо увлажняет слизистую. И, как говорила с турундочками, можете маленьким деткам тоже персиковое масло смочено в персиковом масле, маленькие кусочки ватты помещать в носик. Но, помните, девушки, дорогие мамы, я вас призываю рассматривать не только физическое тело, но и психосоматику, конечно же, чтобы понимать, что, почему, какая обида у вас есть в душе на кого-то, либо на что-то, с чем вы не согласны, что вам так горько на душе, почему ребенок транслирует это. Что вас ранит? Вот ранит, так, в любви душе, возможно, просто невысказанность, возможно, это пустяк. Пустяк, вообще не стоит внимания этого. Но то, что вы не выговариваете, не проявляете себя, запрещаете себе думать, говорить, кричать, все, что угодно, все это запрещаете делать, оно у вас выходит. Выходит, допустим, не у вас, а у ребенка. Но оно вам это нужно? Помогайте себе чувствовать себя настоящим, испытывать все чувства, не запрещать вообще ничего. Мы, девочки, мы, женщины, мы должны чувствовать, мы должны жить своими эмоциями, мы должны это проявлять. Поэтому, если у вас растет девочка, не запрещайте ей громко говорить, не запрещайте ей петь, петь, кричать. Пусть девочка выговаривается, не повторяйте ее повторять ваш путь, где мы себя сдерживали постоянно. На школе, где дома, возможно, неважно где. Путь к полноценному здоровью скроется ключиком полноценного проявления себя в этом мире. Помогайте ребенку проявить себя, и он не будет испытывать дискомфорт в физическом теле. Но и помогайте себе, чтобы ребенок не испытывал ваш дискомфорт, потому что это тоже очень важно. Но это такое легкое отступление, но это очень важно. А сейчас давайте поговорим про насморку у ребенка. Буду говорить быстро-быстро. Старше года, что можно делать? Понятно, что, опять же, повторюсь, что дети растут, и после года становятся очень активными, любознательными. Это прекрасный такой период познания мира. Но чтобы ваш ребенок ничего не останавливало в его развитии, ничего, чтобы не мешало, помните о качестве своего молока. Опять же, это самое главное. Следите за питанием. Что вы передаете ребенком с питанием? Ну, и психозоматику, помните, да? И если все же у вашего ребенка наблюдается активное выделение слизи носом, есть основные правила, по которым, в принципе, вы смело можете двигаться, однако крайне важно определить природу насморка. Еще раз повторюсь, существуют разные виды насморка, и нужно разобраться, какой именно у вас. Например, если мы возьмем вазомоторный насморк, это когда кровеносные сосуды расширяются, и возникают под влиянием вот таких причин, как эмоциональные напряжения, гормональные нарушения, но у ребенка нет, у взрослых. От табачного дыма, от выхлопных газов, если вы находитесь в рядной части города, проживаете, тоже это может быть, наблюдаться. Как он проявляется, этот насморк? Проявляется приступами обильного слизотечения, то есть внезапно. Можете начать просто чихать, и слизь выходит просто прозрачная такая. Может заложенность носа быть, и у ребенка наблюдается то попеременно, то одна нотря, то другая. Может быть такая тяжесть в голове, уставшее состояние у ребенка. Если мы говорим про аллергический насморк, как его определить, что это такое? Обычно, конечно, ежегодно это количество детей с таким насморком увеличивается, и насморк может развиваться как реакция на определенные пищевые продукты, на пух, на шерсть. Такой насморк начинается и протекает в течение всего года, вне зависимости от, вообще ни от чего не зависит, это зависит от состояния ребенка. Виноват ни тополийный пух, ни собачья шерсть, виноват только внутреннее состояние организма, его зашлакованность, его слабые иммунитеты, ребенка я имею в виду. Поэтому самое важное очистить кишечник, поднять иммунитет, и тогда вы уже будете видеть результаты. Опять же, я это со стопроцентной гарантией могу говорить вам, потому что с этим я работаю каждый раз, каждый год, каждый курс наш, с этим я работаю лично, я вижу результаты, я понимаю, что это основа. Есть еще инфекционный, конечно, насморк, такой самый распространенный, это может быть вирусный, бактериальный, негатичный, но негатический насморк, это в основном результат развития грибковой флори, тоже важно, ощущайте запах. Если запах у ребенка в уделении имеет такой гнилистый характер, то, скорее всего, это бактериальные или негатические варианты инфекционного насморка. Как правило, вообще, вот такие вот виды инфекционного насморка возникают при различных заболеваниях, это грипп, ОРВИ, корь, скарлатина, гонорея в том числе. Но независимо от причин насморка, может протекать он обычно в сильной либо в более слабой форме, иметь сильную либо слабую симптоматику, свойственную определенному заболеванию. Все другие, в принципе, варианты выхода отделения слизи более глобальные, и для оздоровления нужен индивидуальный подход. И они встречаются у детей достаточно редко. Поэтому первым делом определите у врача, какой вид насморка, и тогда вам будет понятно, что вы можете делать. В большинстве своем мы часто сталкиваемся с процессами очищения у ребенка. Например, если вы вышли на море, либо выехали на море, ребенок там окреп, и обычно в конце отдыха начинаются проблемы с температурой, либо сопли, либо что-то проявляется. Процесс запустился. Процесс очищения. Все тут же начинают переживать, что как так вот на море, либо когда вернулись, допустим, с отпуска, и тут же ребенок заболел. Что такое? Это процесс очищения запустился. Организм окреп у ребенка, и он готов вывести все то, что должно быть, и что не должно находиться в его теле. И это нормально, так и должно быть. Но, опять же, нужно помогать своему ребенку, чтобы пройти этот этап, не медикаментозно, и получить свой хороший иммунитет. Постоянный контакт с воздухом, постоянное ныряние, постоянная работа с приемом свежих растительных продуктов, соков максимум. И ныряние, помните, да, промывать для того, чтобы промывали зубной карманы. Это очень важно. Я помню, что они переехали, пришли, когда на Средине. Сколько залежей, сколько соплей выходило у нашего Тимурчика. Ему было год и три. Ну, сколько там педагогические прикормы. Отдавала все маленькими горошинками, маленькими микродозами. И он там поел, ну, полгода вот такие вот маленькие горошинки. Сколько год выходили сопли. Год он дышал ртом. Он не мог ночью нормально спать. И все это выходило. Ну, вот вы представляете, да, если у ребенка очень часто это кормить. Помните, цитрусовые соки важны, да, но можно еще использовать и шиповник. Можно настоить трав. Например, лист черной смородины, малина, земляника, липа. Можете вместе смешивать в равных пропорциях. Заваривать одну чайную ложку на стакан горячей воды. Повторю еще раз. Лист черной смородины, лист малины, лист земляники и липа. Цвет липа. Отпаивайте ребенка сколько получится. Сколько. Вот постоянно предлагайте ему вот этот настой, если его иммунная система слабая, и вы видите, что он начинает заболевать. С цитрусовыми соками поход в баню тоже очень-очень хорош. Если вы видите, что ребенок начинает заболевать. Если у вас есть парная, либо своя баня, ну лучше парная, там где температура не более 40-50 градусов, отправляйтесь вместе с ребенком туда, наслаждайтесь, пейте там цитрусовые соки разбавленные, и будет вам счастье. Но, вот не пугайтесь, если ребенок после бани возвращается домой, и слабость у него, чувствует себя очень-очень нехорошо, слизь еще усилилась, сил у него нет, он приходит домой ложиться спать. Если вы вечером, допустим, мы под вечер пошли, замечательно. В ночное время дополнительно организм укрепит иммунной системы и поможет. Вы увидите, что утром совершенно другой ребенок проснулся, совершенно другие эффекты произошли, и его тело оздоровилось. Но это только при том, что если у ребенка не наблюдается температура. Если температура есть, то небольшая, ну, если небольшая, то тогда стоит, конечно, уделить внимание прогулкам в тени, это будет лучше. В бане не едите с температурой. Ну, смотрите, еще питание. На питание хочу остановиться. Если питание полностью у вас фрукты и овощи сырые, то, конечно, оздоровление придет очень-очень комфортнее. Если у ребенка, например, с высокой температурой, если вы знаете, что качество ваше питание оставляет желать лучшего... Привет! Почему голову мне принесли? Так, все, я вот так буду кормить. Вы меня будете кусочек, меня видите. Сейчас, секунду. В общем, если у ребенка высокая температура, если вы понимаете, что качество ваше питание оставляет желать лучшего, что организм слаб у ребенка, то обязательно сделайте клизму. Делайте клизмы хотя бы, ну, вот каждый день во время обострения. Помогите выбрать каловую пробку у ребенка с кишечника, если каловая масса находится, они под действием температуры сгущаются, уплотняются, и, соответственно, организму сложнее происходит интоксикация. Поэтому клизмы, если вы знаете, что у вас не очень хорошее питание, и у ребенка тоже, то клизмы нужны в момент обострения, вот когда самая высокая температура. И отпаивать листом земляники, малины, календы, лейлипы. Мед не добавляйте, будет ухудшать состояние. Мед вот в таких острых случаях не нужно. В некоторых случаях, да, нужно медикаментозное восстановление. Еще раз повторюсь, это я не исключаю, это вполне может быть. Хорошо. Но если температура вместе с насморком держится достаточно долго, до трех суток, то с периодическими спадами, подъемами, то, в принципе, вам нужно очень внимательно относиться к жалобам ребенка. Где болит, что болит, как болит. Постоянно все узнавать, если ребенок может об этом вам рассказать. Если для вас это будет несложно, то постоянно это фиксируйте. Это для вас будет большая подсказка. И, конечно же, вы будете понимать, что где происходит. Гайморит либо это начинается, либо это уж уходится в тит и так далее. Если, опять же, вы знаете, что у вас не идеальное питание. Если выделение износа густеет, приобретает более такой определенный гнилистый запах или цвет, тогда вам очень подойдут варианты оздоровления, которые говорила ранее. И дополнительно можно делать паровые ванны. Можно использовать все такие травы, как кородуба, листья малины, черные смородины, мать и мачехи. Хорошо действует ванна из отвара эвкалипта, ромашки, мяты. Просто завариваете травы и добавляете в ванну ребенка. Можно либо в ванну делать, либо травяной, либо паровые ванны. Положить это все в мисочку, как говорила, и дышать в комнате, в маленькой комнате вот этими парами. Так, у нас 30 секунд до завершения эфира. Травяные ванны, видите, я вам хотела еще рассказать, растирание хотела рассказать. Что мы делаем? Обертывание. Давайте, завершаю этот эфир и немножко еще заходим в следующий эфир. Да, хорошо, да рассказать вам уже все. Давайте, завершаю этот эфир, заглядывайте в следующий, сразу же тут же открываю следующий эфир. Субтитры создавал DimaTorzok